Гениальность – это 90% потение. 10% таланта – 90% потение. Труд, труд, труд. Трижды, я вот хочу повторить. Работать надо. Душа обязана трудиться. Душа и день, и ночь, и день, и ночь. Если этого не будет, то не получится ничего. Ты должен жить этим состоянием практически постоянно. Иначе творческого человека не получится. Под этим лозунгом он трудится уже более 50 лет. Его знает каждый творческий человек в родном Люберецком округе и далеко за его пределами. Виктор Марков – заслуженный работник культуры Московской области. Он родился в небольшой деревушке Подмосковья в семье сельских служащих, как и все, не догадываясь, каким будет его жизненный путь. Хотя одно с раннего детства он знал наверняка – ему нравилось рисовать. Там были примитивные такие. В основном это было копирование в школе. Я занимался с фотографией, с книжек, с разных портретов. Я помню Дмитрия Носкова, Суворова я копировал с фотографией из какого-то учебника и увеличивал его на альбомный лист на формат А4. И все. А с натурой я не работал. Талант и тягу к рисованию заметил папа. Именно он посоветовал сыну не забрасывать любимое дело. А сын прислушался. И принял важное решение, которое определило его дальнейшую жизнь. Он поехал подавать документы в одно из лучших по тем временам художественно-промышленных училищ. Когда я увидел, приехали, меня брат двоюродный отвез. Я не знал, не слышал об этом училище. Двоюродный брат отвез. Меня документы отвозили. Когда я увидел, как там работают студенты, я вообще обалдел. Я думаю, я так никогда не достигну. Но у судьбы на этот счет были совсем другие мысли. Поэтому Виктор поступает в выбранное училище с первого раза. На отделение художественная керамика. Со мной учились по второму, даже по третьему разу поступали. А я вот, приехавший из деревни, где никакой неподготовки дополнительной не имел, ни в каких кружках, детских школ искусств тогда не было никаких, где я 24 года учеников своих, которые его отработал. Я удивляюсь, ответа до сих пор не могу найти, как я поступил с первого раза в одно из лучших художественных училищ Советского Союза. Мне пришлось трудно, довольно-таки трудно, насколько я помню. Я боялся даже, что не вылечу ли я из стен училища. На третьем курсе я сравнялся со всеми и опередил даже по учебе. После окончания художественно-промышленного училища имени Воснецова начинающего специалиста распределяют на работу в ГЖЕЛЬ. И трудится там Виктор Марков 4 года. К тому времени она еще не так была известна. Возрождение началось в 70-е, в 80-е годы. А когда я попал, там даже не было. Но меня предупредили, что вакансии должности художника нет. Или вы будете на поток, сядете на роспись по готовым образцам писать. Или в модельный цех. Я выбрал модельный цех. И получил тем самым очень потрясающую, я считаю, для художника-керамиста стажировку. И мне это послужило в дальнейшем, когда я перешел в Красково в 71-м году. Я все здесь самостоятельно делал. После ГЖЕЛЬ уходит на работу в Красково в опытный завод при институте имени Будникова. Там он работает художником в керамическом цехе. Посвящает этому месту 26 лет. В 70-м году открылась лаборатория художественной керамики. Это лаборатория по испытанию глинистого сырья, присылаемого со всего Советского Союза. Наша задача была их испытать на пригодность для производства художественной керамики. О работе в керамическом цехе дома теперь напоминает целый стеллаж с различными фигурками, которые просто не могут не впечатлять своей красотой. Ценители керамики в исполнении Виктора Маркова нашлись и далеко за пределами России. Сто таких работ сейчас находится в Америке в частных коллекциях. Но однажды он сделал одну из уникальных работ и для своего, родного, Люберецкого края. Пришел директор завода опытного Александр Александрович Никитин, говорит, надо сделать герб. Он вот так вот так мне накидал, не поймешь чего, там на леске бумаги. Сидит дома и вот я вот его создал. В символике тогда еще Люберецкого района этот герб просуществовал до начала 90-х годов. Но среди работ на заказ в коллекции Виктора Сергеевича есть и простые. Для себя, для души. Это цикл «Космические ямбы», я задумал. Вот здесь, а есть даже год. 86-й год. Поиск внеземной цивилизации. Вот меня восстановило. Очень я был этим заинтересован. Я искал материалы, в газетах публиковались. Я все время прочитывал статьи. На радио слушал, что-то проходило по телевидению. Но сейчас вот как-то все это приглохло немного. И вот это меня навело сделать это. Что мы во Вселенной присутствуем, может быть, не одни. Хотя, а может быть, мы даже уникальны. На прекрасной этой замечательной планете Земля. В профессиональной карьере Виктора Маркова есть еще один важный этап. В 93-м году в Красково открывают детскую школу искусств, которую зовут преподавателем именно его. И на протяжении 24-х лет Виктор Сергеевич обучает детей живописи. И в это же время у него возникает идея, наконец-то, показать ей свои работы. Я даже не знал, что есть в Люберцах. Люберцкий корейский музей. А потом узнал. Поехал туда в 94-м году. Познакомился с основателем музея. Музея Михаила Петровича Изместева. Он меня в план включил на 95-й год. И в 95-м году моя большая, 150 работ, открылась персональная выставка. Но это для меня было очень важное событие. Можно сказать, большое событие в моей творческой жизни. Всего было более 40 персональных выставок и около 300 групповых. Основная их часть была организована в Люберцах. Музыка. 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 Но последние два года Виктор Марков сбавил темп. Старается писать меньше картин. Искусственно торможу, не работаю в живописи. А только перешел на поэзию, на литературу. Потому что она занимает вот столько места, а живопись в 10 раз больше. Все картины хранятся на шкафах, в тумбочках, везде, где есть хоть какое-то свободное место. Поэтому сейчас основное время занимает уже другое хобби, которое получается не менее талантливо, чем картины. Вот и август уже наступил отцветающим лугом на поле. Сколько лета истратило сил. Сколько радости, света и боли. Вот и солнце уже на восток незаметно себя повернуло. Отцветает последний цветок и прохладой осенней подуло. Поэзия. То, чем живет Виктор Марков уже более 40 лет. Писать стихи он начал в осознанном возрасте. Было ему тогда чуть больше 20. Но начал не просто так. Однажды его так сильно вдохновили стихи Сергея Есенина, что теперь ни один его день не обходится без поэзии. В том числе и собственной. Я благодарен великому, я считаю, национальный русский гений Сергея Есенина. Благодаря ему и стал писать стихи. Когда я его для себя открыл, прочитал, в 21-22 года, вот все во мне перевернулось. Теперь каждое его утро начинается со стихов. Виктор сочиняет новые, редактирует наброски, правит старые. Каждое утро в творчестве и в сопровождении любимого поэта. В квартире немало предметов, которые напоминают о нем. Нивы сжаты, рощи голые, от воды туман и сырость, колесом за синие горы, солнце тихое скатилось. Дремлет взрытая дорога, ей сегодня примечталось, что совсем, совсем немного ждать зимы седой осталось. Ах, и сам я в чаще звонкой увидал вчера в тумане рыжий месяц, жеребенком запрягался в наши сани. А еще, начиная с 1968 года, каждый год, 3 октября, Виктор Марков участвует в есенинских чтениях, которые проходят у могилы поэта. Настолько он благодарен ему, настолько любит его творчество, что это стало многолетней традицией. Дань памяти и уважения тому, с кого начался поэтический путь – Виктора Маркова. В каждом его произведении, будь то стихи или картины, есть главное – частичка души и много любви. Любви к родным местам и близким сердцу российским пейзажам. Трудолюбивый, преданный себе и своему делу, поэт и художник, наш земляк Виктор Сергеевич Марков. Субтитры подогнал «Симон»!